Здравствуйте! В этом видео я покажу, как я сделал на токарном станке из дерева эту елочку в шаре. Это временная подставочка. Идею елочки в шаре я позаимствовал у Константина Гусева из Казани. Сами шары я вытачивал с помощью этой шароточки на этом станке. Эта шароточка, её настройка и работа показаны на моём канале. Как я вытачиваю шары, тоже показано на моём канале. Вот такой получается шар. И потом в таком шаре я выточил елочку. Закреплял шар в специальной оправке. Наверное, это единственный способ закрепления шара на маленьком станке. Как я делал эту оправку, показано на моём канале. Сейчас я покажу, как я делал елочку в шаре. Развернул верхние салазки. Сейчас буду точить с торца выборку под углом на глубину 52 мм. Так что внутри останется конус, и это будет будущая ёлка. Обно салазка. Обно салазка. Элочки. Отр Germany, неергый из нас достан center check. По оправке ремонт. Так что measurementsáticos, так что подд Tuesday, assert. К 밤 дixed валют не березда и повторно. Да, я разверну. Пfeito это делаем perceptу. И поэтому, ст Christina, 얼굴 до сжатишься, Внутренний конус выточил. Теперь вот таким резцом буду в этом конусе точить как бы ветки конуса. Все канавки проточил. Вот теперь надо перевернуть и с этой стороны уже точить комель ёлочки. Сейчас буду точить с другой стороны, вытачивать комель ёлочки. Теперь вот этим резцом сделаю канавку внутреннюю, и ёлочка тогда освободится. Всё, ёлочка освободилась. Снимаю её. Вот получилась ёлочка. Вот её основание, комель. Вот она ёлочка, но её не видно здесь. Надо будет прорезать окна смотровые, чтобы её было там хорошо видно. Ёлочку внутри шара зафиксировал парафином, чтобы она при вращении не попала под резец. И теперь буду прорезать отверстия окна. Одно окно прорезал. Вот там видна ёлочка внутри. Всё готово. Все окна прорезал. Теперь надо вытопить парафин, и ёлочка будет готова. Отдельно хочу сказать про резцы. Для изготовления ёлочки в шаре пришлось сделать 4 специальных резца из быстрорежущей стали. Заготовки для резцов предварительно обтачивал с помощью УШМ. Затачивал на алмазном круге и доводил алмазной пастой на меди, на специальной оправке, которую устанавливал на токарном станке. Как я устанавливаю такую оправку, показано на моём канале. Два резца надо было сделать очень длинными, чтобы можно было проходить практически на всю глубину шара. Вот этот резец для конусной выборки. Он узкий, а канавка широкая, поэтому точил выборку в разбежку. Этот резец для веточек. Эти резцы длинные, но невысокие, поэтому они не жёсткие. При выполнении у ёлочки веток ширина режущей кромки была 6 мм, а вылет большой. Поэтому для этого резца были очень тяжёлые условия резания. Вот поэтому эта операция нарезание конусных поверхностей веток была шумной. Для того, чтобы вытащить в шаре такую ёлочку, достаточно в шаре сделать всего два отверстия. Это и это. Через это отверстие вытачивается сама ёлочка, а через это отверстие её комель. Но через них ёлочка видна плохо, поэтому в шаре были выполнены ещё 10 отверстий. Всего в шаре 12 отверстий. Для растачивания этих отверстий шар я размечал. Как я размечаю шар для 12 равно расположенных отверстий, показано на моём канале. Адреса всех упомянутых видео есть в описании. Геометрию ёлочки выбрал произвольно. Вот такой получился новогодний сувенир. Надо будет сделать ещё красивую подставочку. Спасибо за внимание. Приглашаю на мой канал.